По умолчанию, как я сказал, с ядром не происходит установки средств администрирования каких-то, хотя если мы развернем группу Microsoft SQL Server 2019, тут помимо центра установки, который вот этот же запускается, есть такая вещь, как SQL Server Configuration Manager. На самом деле это довольно полезная оснастка. Смотрите, опять ММЦ было, то есть это все-таки оснастка, мы в нашу суперконсоль можем добавить, наверное, и сделаем. И здесь можно посмотреть, через какие протоколы мы можем подключаться к нашему SQL Server. Во-первых, на закладке службы мы увидим все службы, которые мы установили. Как вы помните, мы ставили ядро, ставили агента и обозреватель. Здесь можно, например, в частности, задать имя учетной записи для агента, еще какие-то настройки службы сделать и какие-то посмотреть, вообще изменить параметры, остановить, перезапустить и так далее. Так, сетевая конфигурация, 32-х разрядная версия у нас пустая, у нас здесь нет ничего. Сетевая конфигурация, 64-х разрядной версии. Мы видим протоколы, под которыми можно подключиться к MS SQL Server, то есть протоколы обмена данными. По умолчанию включен протокол общая память и TCP IP. Общая память очень хороший протокол, мы с вами про него еще поговорим. Когда у вас и клиентское приложение, в нашем случае 1С, и сервер СУБД находятся на одной физической машине. В этом случае для обмена данными будет использоваться не сетевой протокол TCP IP, а оперативная память. И это очень и очень удобно. Понятно, что быстродействие оперативной памяти, оно сильно выше, чем быстродействие протокола TCP IP. И, как пишут 1Сники, что до 10% прироста производительности системы за счет использования общей памяти. Понятно, по умолчанию это включено. Есть такой протокол, как иминованные каналы. Что это такое, мы чуть попозже посмотрим. Ну и стандартно TCP IP, как раз таки, чтобы по сети с менеджмент студия подключаться к SQL серверу. Помните, когда мы выполняли установку SQL сервера, нам было предупреждение, что Брэдмауэр включен, внимание вы не сможете администрировать. Дело в том, что сейчас к этому SQL серверу, который у нас работает, мы сможем подключиться только вот на этом компьютере. То есть из сети он у нас недоступен. Даже если вы на свой компьютер менеджмент студия поставите, вы по IP адресу не сможете его найти. Что же делать? Ну, надо найти, пойти и добавить соответствующее правило Брэдмауэр. Правило, как правило, мы добавляем на порт, но какой порт, то есть на каком порту работает по умолчанию MS SQL сервер? Это 14.33, но есть, ну это надо знать, да, 14.33 это порт по умолчанию. Но дело в том, что порт 14.33, он всегда зарезервирован для экземпляра по умолчанию. Помните, мы выбирали именованный, либо экземпляр по умолчанию. Когда мы устанавливаем именованный экземпляр SQL сервера, то для него выделяется один и динамический порт из определенного диапазона. И вот узнать, что это за порт, можно как раз таки с помощью вот этой вот оснастки SQL Server Configuration Manager. Давайте попробуем посмотреть, как это сделать. Очень просто. Протоколы для теста SQL. Видим TCP IP. Заходим. Здесь вот есть вкладка IP адреса. И мы видим, что мы можем обратиться к нашему серверу по MAC адресу, по IP адресу. Понятно, по localhost и по 127.1.1 с этого же компьютера. А последняя вкладка. Здесь мы видим динамические TCP порты. И здесь видно, что нашему конкретному SQL серверу был задан порт 49800. Здесь можно посмотреть. Более того, здесь можно не просто посмотреть, но и поменять. Как я вам сказал, что стандартный порт для SQL это 1433. Но вдруг мы когда-нибудь захотим стандартный экземпляр поставить. Поэтому давайте вот так вот сделаем. 22.14.33. То есть поменяем на конкретно определенный порт. Вот у MSQL сервер. Нажимаю применить. Он мне говорит, что все произведенные изменения будут сохранены. Однако вступят только после перезапуска службы. Итак, порт я запомнил. Идем в службы. Выбираю SQL сервер. И говорю перезапустить. Соответственно, он перезапустится. И перезапустится уже на новом порту. Так, порт мы узнали. Порт мы более того поменяли. Но осталось правило Бридмауэр добавить. Идем в панель управления. Один из способов, как зайти в Бридмауэр. Система и безопасность. Бридмауэр, защитник Windows. Видим, что включен. Кстати, иногда, когда у вас что-то пошло не так, и вы не знаете, что пошло не так, не можете подключиться к 1С серверу, не можете подключиться к серверу СБД. В качестве эксперимента можно сделать такую штуку. Нажимаем включение-отключение Бридмауэра. Открывается вот такое вот окошко. Говорим, отключить Бридмауэр для обоих профилей. Ок. И сейчас Бридмауэр мы просто выключили. И дальше проверяете, появилось ли у вас соединение или нет. То есть таким быстрым способом можно в принципе проверить, Бридмауэр и дело или не Бридмауэр. Потому что, как я вам говорил чуть раньше, Бридмауэр блокирует все входящие соединения по умолчанию. Ну, давайте включим Бридмауэр назад. Все-таки не будем открывать все на компьютере. Мы за безопасность. У меня гостевые общественные сети не подключены, а частная сеть подключена и Бридмауэр, слава богу, включен. Ну, соответственно, мы же хотим, чтобы к нашему SQL серверу подключались программы из сети. Поэтому нужно просто добавить правила в разрешенные. Нажимаю дополнительные параметры. Открывается вот такая вот также оснастка. Здесь есть такой пункт, как «Правила для входящих подключений». Правила для входящих. Здесь уже есть какие-то правила. Ну, нам нужно добавить свое правило. Нажимаем кнопку «Создать правило». Появляется вот такой вот мастер. Давайте для порта. То есть мы просто порт, на котором работает SQL сервер, откроем для сетевого доступа. Нажимаем «Далее». Протокол TCP. Определенные порты. Вот наш порт 21.4.33. Нажимаем «Далее». Здесь что можно разрешить? Правила, кстати, можно только на безопасное соединение, либо вообще заблокировать подключение к порту. Принудительные. И исходящие, и входящие. Нажимаем «Далее». Для всех профилей. Вообще, на самом деле, наверное, есть смысл, когда вы в продуктиве будете это настраивать, только для доменного профиля настроить, чтобы только компьютеры из домена могли подключаться, а не компьютеры из общественной сети. Что за общественная сеть? Кто это из общественной сети к нашему SQL серверу будет подключаться? Конечно же, нет. Наверное, есть смысл только для доменного, но я сейчас для всех профилей создам. Зададим имя. SQL сервер. Можно какое-то для себя описание задать. И нажимаем «Готово». Вот появилось наше правило. И теперь порт 21.4.33. Он открыт, и уже можно к нашему SQL серверу подключаться извне. Кстати, SQL Server Configuration Manager – это, как я говорил, оснастка. Давайте я вам докажу, что это оснастка. Откроем нашу супер-мега-консоль. Давайте зайдем в файл. Добавить или удалить оснастку. И давайте посмотрим. Здесь, кстати, SQL Server Configuration. Как он там называется? Management, наверное. Да, добавили Dispatcher конфигурацию SQL по-русски. И что же я вам говорил, что BreadMaur – это тоже у нас оснастка. Монитор BreadMaur – это то или не то? Давайте попробуем добавить и посмотреть. Окей. Итак, у нас уже три оснастки, с которыми мы с вами работали. Это пользователи группы, диспетчер конфигурации. Вот все то же самое. И монитор, да, и монитор. Смотрите, все в одном месте. Теперь не надо вспоминать, где что. Давайте нашу супер-мега-консоль сохраним. Будем ей пользоваться.